Продолжение следует... ...коронавирусом. Поступил неделю назад с подозрением на пневмонию. С ним контактировали больные, врачи, медсестры, санитарки. При этом никто не соблюдал мер безопасности. Осмотр проводили в обычных медицинских халатах. Хотя еще накануне в РКБ говорили, для работы с пациентами, у которых есть подозрения на коронавирус, все готово. На первый период оказания медицинской помощи коллектив больницы обеспечен колпачками, масками, бахилами, халатами. Имеется у нас в наличии специализированная одежда, имеется в виду противочумные костюмы, у нас имеются очки. Теперь Владимир Пелин больше не руководит РКБ. Результат анализа больного коронавирусом узнали в воскресенье. Из Кишинева пришел положительный ответ. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в инфекционный госпиталь при Слободзейской больнице. Туда же из пульмонологии положили 8 человек. У всех диагноз пневмония. Их состояние средней степени тяжести. Отделение в Террасполе временно закрыли на дезинфекцию. Всех, кто общался с инфицированным COVID-19, отправили в Днестровский санаторий Солнечный. Взяли биопробы на исследование. За каждым теперь наблюдают врачи. Все это результат халатности и безответственности, говорит президент. Я надеялся, что первые поймут всю опасность и серьезность работники здравоохранения. Во-первых, они первые на линии фронта, как говорится. Они первые принимают удар. Они первые могут поставить свое здоровье и жизнь под угрозу. И на кого рассчитать данную ситуацию? Ну, конечно, на работников здравоохранения. На руководителей, как минимум. А от руководителей зависит, конечно, здоровье и жизнь своих подчиненных. И вот что получилось? Получилось ровным счетом наоборот. Итог. Когда в стране чрезвычайное положение и каждый медик на счету, штат теряет больше двух десятков специалистов. А значит, и меньше пациентов получат помощь. И да, напомним, президент отстранил от должности главврача Владимира Пелина. Сняли и его зама по медицинской части Ирину Чукалтан. Она возглавляла ту самую пульмонологию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова